Всем приветики. Хотелось бы еще немножко рассказать про то грустненькое местечко, которое я нашел в лесу. Получается, это я его второй раз уже увидел и решил запечатлеть. А первый раз я его увидел летом. Это сейчас, получается, там уже нет ни листьев, ни травы, и оно так хорошо видно. А летом там было много листьев, там на деревьях, трава была. И вот его так, ну как-то плоховато было видно. И плюс, ну как бы, там все тоже такое зелененькое, ограды эти все, потом свисающие эти веточки искусственные, тоже зелененькие. Короче, оно все одинаковое было. И вот сдалека реально непонятно, что это. Сейчас-то оно, в принципе, уже как-то более-менее понятно. А вот летом вообще как-то оно непонятно. И вот я когда шел, увидел это все, я такой, что это, иду, отхожу, еще не понимаю, что это могилки. И мне как-то уже страшновато становится. Думаю, что если это место каких-то обрядов, какие-то куклы висят, что-то какие-то тарелки лежат. Типа, может, здесь каких-то духов призывают. А я сейчас подойду, и на меня это все как бы... И потом мне будет, я не знаю, кошмары сниться там, или, я не знаю, или будут преследовать меня какие-нибудь существа потусторонние. Короче, страшновато было. Я как-то даже захотел развернуться и уйти. И потом все-таки я любопытство пересилил, и я подошел и понял, и увидел фотки. Фотки котиков. И я понял, что это могилки. Я, кстати, раньше никогда в жизни не видел, чтобы для котиков делали могилки. Обычно вот... Ну... Их просто где-то закапывают. У нас тоже вот было два котика. И когда они умерли, мы просто их закопали. Одного за домом, а второго... Ну, тоже возле леса, но... Но не в лесу, а перед лесом. Вот. А так, чтобы как-то это отмечать, не, мы так не делали. Ну, и тем более возле дома это не будешь тоже делать. Вот. И перед лесом тоже не будешь как-то что-то там ставить. А люди вот догадались. Это даже как-то и мило. Ну, то есть, сама ситуация грустная, конечно. Но то, что они так оборудовали и столько игрушек наложили, это очень мило. Ну, то, что они вот так сделали. То есть, получается, они отошли куда-то в лес, где никому не будет мешать все эти строения, если их можно так назвать. Ну, там закопали, все это выстроили, сделали. И, ну, круто, на самом деле. И мило, то, что они так сделали. Вот. Но то, что, как бы, да, это, как бы грустненькое место, грустненькая ситуация. Но то, что они так сделали, это мило. Я впервые такое увидел, кстати. Ну, вот. Ну, а сейчас решил вот запечатлеть, чтобы вы тоже посмотрели. Кстати, хорошая идея. Если у тебя умер котик, отнести его в лес, закопать и поставить там какую-то маленькую оградку, положить какую-нибудь любимую игрушку котика, фоточку положить. Вот. Если это где-то под деревом, ну, на дерево тоже повесить какой-то, какой-то цветочек искусственный. Так что, да. Ну, да. Это хорошая идея, кстати. Может быть, мы тоже так, как в следующий раз, что-то такое сделаем. Ну, потому что котики по-любому живут меньше, чем люди. И рано или поздно все, у кого есть котики, с этим столкнутся. Так что, ням. Такое бывает. Хотя, лучше, чтобы это не происходило как можно дольше. Ну вот, в принципе, на этом все. Всем пока до вам.